Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Нынешнем году, конечно же, главнейшее политическое событие в нашей стране – это выборы президента Российской Федерации. Казалось бы, еще долго, кто-то думает, что еще не скоро, а на самом деле сами посудите, дорогие телезрители, в принципе полтора месяца. Срок совсем большой, не успеем оглянуться, и вот уже те самые числа. Как пройдут, и когда, еще раз напомним, в этом году выборы президента нашей страны, каковы условия, что нового вообще в правилах воли и изъявления. Об этом мы сегодня поговорим с гостями из студии. Хочу сегодня представить, у нас сегодня две замечательных дамы. Это Валентина Евгеньевна Дронова, председатель избирательной комиссии Тверской области. Добрый день. И наш тоже постоянный гость Галина Константиновна Лопушинская. Галина Константиновна у нас руководитель комиссии по вопросам экономического развития общественной палаты Тверской области. Ну а кроме того, конечно же, вы ее знаете, благодаря нашим фирмам, как зав. кафедры госуправления Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день. Добрый день. Валентина Евгеньевна, ну действительно, когда, давайте напомним телезрителям, самое главное, пройдут выборы в этом году? Выборы президента Российской Федерации назначены были Советом Федерации на 17 марта 2024 года. На следующий день, буквально после назначения, Центральная избирательная комиссия в рамках тех полномочий, которые ей предоставлены законодательством, приняла решение в целях обеспечения удобства голосования наших избирателей провести впервые в истории выборы президента Российской Федерации в течение нескольких дней подряд, а конкретно 15, 16 и 17 марта 2024 года. Поэтому у нас есть возможность проголосовать в марте в любой из трех дней. А в какое время работы избирательных участков? Избирательные участки эти три дня будут работать в обычном режиме голосования с 8 утра до 20 часов вечера. Непосредственно в самом помещении для голосования можно проголосовать на тех избирательных участках, которые нам привычны. Далее, в эти же дни, каждый из трех дней можно вызвать для голосования на дому, вне помещения для голосования. Плюс 15 и 16 в пятницу и в субботу для наших удаленных населенных пунктов, которые находятся в удаленной местности от помещения для голосования, транспортное сообщение с которыми затруднено, а погода сегодня у нас в эту зиму такова, что транспортное сообщение с многими населенными пунктами затруднено. Это и марк-зимний месяц, как в райсеноптике. Да, 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 именно так. Будет организовано так называемое выездное голосование. Когда где-то приедут и откроют, может быть, неработающую сегодня там сельскую администрацию, где-то, может быть, приедет специально оборудованный автобус и будет такой передвижной пункт голосования. А где-то, может быть, наши комиссии и органы местного самоуправления договорятся с кем-то частным образом. И, может быть, у кого-то непосредственно в доме будет временно, на час, на два организован пункт голосования, куда все жители этого населенного пункта, который находится далеко от самого помещения для голосования, подойдут в определенное время и проголосуют. О том, когда в тот или иной населенный пункт, в то или иное село, в то или иное деревню подъедут, и будет вот такое организованное голосование, конечно же, избиратели будут извещены заранее. А за какое время? Вот телезрители нас смотрят, им интересно, действительно, за какое время их известят, что вот в их село или, может быть, соседнее приедет соответствующее? Информирование об этом будет проводиться в том числе в период работы нашего проекта «Информуик». Наверное, об этом уже все слушали, мы об этом много говорим. С 17 февраля по 7 марта наши члены участковых избирательных комиссий пойдут по квартирам и по домам. И помимо информации о том, какие выборы, как можно проголосовать, как можно подать заявление о голосовании вне помещения, какие кандидаты выдвигаются на этих выборах, в том числе в сельских населенных пунктах, они будут говорить, в какой день и примерно в какое время к ним приедут для того, чтобы можно было проголосовать. Максим, а вот вам вопрос, как просто простому человеку, на ваш взгляд, вот как вы относитесь к тому, что голосование в этом году три дня? Вы, как человек, тем более занятой, я знаю, у вас много работы. На самом деле, вы знаете, это очень хорошо, особенно в условиях, когда это многодневное голосование будет осуществляться с общественным наблюдением за процессом выборов. Вот вы знаете, скептицизм наших людей состоит в том, а в условиях информационных войн этим пользуются, в том, что ну что я пойду на выборы, мне неудобно, мне долго, мне далеко, не, не пойду. Ну и зачем я пойду, мое мнение разве кому-то важно? На самом деле, это право на волеизъявления, которое дано каждому. Если специально, всеми возможными способами, до человека доводят, что тебе не надо этого делать, уже все понятно, это значит, заинтересованы в том, чтобы выборы как таковой не состоялись. Или можно было бы к ним предъявить, к результатам, какие-то вот претензии, что ну а чего там у вас отголосовал-то, всего ничего. И вот эти три дня с особой организацией и с жесткой процедурой общественного наблюдения, я считаю, это очень удобный и важный момент. Именно организованные процедуры в интересах населения. Смотрите, какой важный момент. Общественное наблюдение, оно вообще не ангажировано никем из политических партий. Общественными наблюдателями не могут быть ни представители кандидата, ни политических партий, ни те, кто является там доверенными лицами и так далее. Это те, кого назначает и направляет на избирательный участок общественная палата, общественные палаты Тверской области, муниципалитетов. Почему это важно? Ну это потому что общественный контроль. Практически 2700 человек, активных граждан. А мы понимаем, что ну кто пойдет три дня сидеть и наблюдать за выборами. Активный граждан пойдет, чтобы очень четко своими глазами увидеть, как организован процесс. Понятно, что вот эти активные граждане, они не должны попасть под провокацию. Они не должны попасть ни под какое манипулирование. И поэтому общественная палата Тверской области учит общественных наблюдателей поведению в период наблюдения. Знаете, кто, как я говорю, сомневается, хочешь, посмотри своими глазами, как это проходит, каким образом реализуется тайна голосования. Посмотри, каким образом происходит подсчет голосов. Но, знаете, для общественного наблюдения важен, наверное, такой же вариант, как для врача. Врач, когда клятву Гиппократа дает, он говорит, не навреди. И вот мы, когда учим общественных наблюдателей, мы также говорим, не навреди. То есть от твоего наблюдения, да, не должно быть правонарушений, если ты их увидел, которые можно скорректировать, исправить, это надо сделать, не должно быть того, что потом позволит признать результаты недействительными. То есть тоже очень важный момент. Но не навреди. Особые подходы к общественному наблюдению сейчас, особенно когда молодежи интересно это стало, и много молодежи сейчас проходит обучение, чтобы зайти общественными наблюдателями на участковые. Молодежь даже идет. Молодежь идет. Просто вы так рассказываете, у меня, знаете, наблюдатель, у меня формируется такой образ. Образ пенсионера. Да, такой мужчина, там, день около 60 и так далее. Или бабушка. Да, или бабушка. А молодежь на самом деле... Нет, на самом деле мы уже отучили 32 семинара. С декабря месяца провели по подготовке общественных наблюдений. И у нас еще до 8 февраля во всех муниципалитетах будут эти семинары по обучению общественных наблюдателей. Вот я завтра еду в Фирово, послезавтра Торжок. Не просто так. Понимаете, вот были в Бежицке, учили наблюдателей. Первоначально, когда только начали разговор, они говорят, ну, у нас-то, особенно на селе, все всегда так тихо, все так спокойно. А обучение общественных наблюдателей идет по единой программе, которая используется для всей Российской Федерации. То есть нет такого, что Тверская область себе вот что-то особенное сделала, а вот Ивановская совсем другое. А вот в Москве это будет особый вариант общественного наблюдения. Единый подход, единая программа. И это очень важный в осознании момент, потому что, когда начинают учиться, очень много ситуаций, которые мы разбираем. И когда человек, который реально захотел посмотреть, что это будет и как, начинает эти ситуации смотреть, он понимает, а просто это может не быть. Алексей, у нас, может быть, сейчас реклама. Обязательно не переключаясь, продолжим через несколько минут. Мы сегодня говорим о выборах президента Российской Федерации. Мы продолжаем эфир. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о выборах президента Российской Федерации. Как и когда они проходят. Вы уже слышите, что они пройдут в этом году в течение нескольких дней. Избирательные участки будут работать по традиционной схеме. Так что даже если вы в пятницу придете, и не нужно, может быть, даже бояться опоздать, также избирательные участки до восьми вечера, мы говорили до рекламы о общественных наблюдателях. А, Валентина Геннадьевна, а вообще из вашей богатой практики, были случаи, когда наблюдатели помогли, соответственно, как-то, может быть, какие-то заметили нарушения и так далее? Вы знаете, наверное, в том, чтобы наблюдатели присутствовали на избирательных участках. Причем на каждом избирательном участке, независимо от того, городской, большой, с тремя тысячами избирателями, либо маленький, сельский, где голосуют, может быть, всего там 150-200 человек. Мы в первую очередь, как избирательные комиссии, заинтересованы, чтобы наблюдатели были на каждом избирательном участке. Потому что наблюдатель, в первую очередь, мы считаем, это залог, основа и общественное, особенно, наблюдение. То есть самой легитимности, про которую мы все много очень и говорим. И иногда наблюдатели помогали нашим участковым избирательным комиссиям предотвратить какое-либо нарушение. Да, может быть, оно не такое глобальное, как там повлекло бы признание выборов там недействительными или что-то. Но какое-то отклонение от той процедуры, которая прописана законом, которое можно поправить, и дальше уже оно не будет длящимся. Ну, как у нас были несколько лет назад, была такая ситуация, когда приходили наблюдатели на избирательные участки, и сколько бы ни говорили, но где-то забывали, например, подписать список избирателей. Ну, забывали, вот забыли. Вот все книги подписали, одна книга не подписана. Наблюдатель увидел, увидел практически в самом начале голосования, тут же председатель с секретарем подписали, все, нарушение устранено. А если бы она так была, а потом бы кто-то сказал, а вот давайте-ка мы этот список весь, по которому проголосовали люди, где ставили отметку за получение бюллетеня, поставим под сомнение. Вот, пожалуйста, вроде бы технический небольшой нюанс, но он с помощью наблюдателя был исправлен. Либо как, вот если вспоминать опять прошедшую большую избирательную кампанию. У нас ведь помимо наблюдателей, физических лиц, которые присутствуют на избирательном участке, на каждом участке в той или иной форме организовано видеонаблюдение. 419 участков будут с трансляцией на служебный портал. И большое спасибо волонтерам, наблюдателям от общественной палаты, которые утром в первый день голосования просмотрели все-все участки и увидели, что ракурс, например, камеры направлен неправильно. То есть вот когда камеры монтировали, а потом начали устанавливать технологическое оборудование, где-то кабинку куда-то подвинули, где-то ящик не туда передвинули, и в 8 утра открывается участок, а камера смотрит прямо в кабинку. Вот такое же недопустимо. Тот же звоночек на участок, тот же звоночек на участок, тут же камеру поправили и все устранили. А так ведь это было бы нарушение тайного голосования наших избирателей. То есть присутствие наблюдателей, это очень важно. Это важно и при голосовании вне помещения для голосования. А с учетом, что я говорила о дополнительной форме голосования в сельских населенных пунктах, оно будет достаточно, я не скажу массовым, но оно будет большим достаточно. С учетом зимних условий, март месяц это зима. С условием транспортной доступности. И плюс, что трехдневка нам дает эту возможность обеспечить это голосование, так называемое выездное. Конечно же надо. Дальше. У нас и для сохранности бюллетеней, избирательные бюллетени из переносных ящиков перепаковываются, потом перекладываются сейф-пакеты. Присутствие наблюдателей это подтверждение того, что все сделано четко в соответствии с той процедурой, которая определена Центральной избирательной комиссией и законом. Поэтому наблюдатели нам нужны, наблюдатели на участках необходимы. И мы всегда с радостью встречаем наблюдателей. Главное, чтобы вовремя были поданы документы. И конечно же очень важно, чтобы наблюдатели понимали всю процедуру голосования. За что спасибо Общественной палате, которая проводит большую работу по обучению общественных наблюдателей. Мы всегда предлагаем и кандидатам, и политическим партиям, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием поможем вам, расскажем, как должно быть. Потому что, к сожалению, иногда бывали случаи, когда некоторые наблюдатели приходили с какими-то инструкциями на избирательные участки, которые абсолютно не соответствовали процедуре, которая прописана в законе. Чтобы избежать этих случаев, избирательная комиссия также всегда готова помочь в обучении наблюдателей. А вот вы уже упоминали камеры. Скажите, на дворе 21 века какие все-таки, может быть, новые технологии приходят на помощь вам в проведении выборов? Что в этом плане будет нового в этом году, например? Вы знаете, даже если вернуться, опять же, к видеонаблюдению и к камерам, если буквально еще три года назад, когда мы организовывали видеонаблюдение для того, чтобы откорректировать ракурс камеры, посмотреть, каким образом происходит трансляция, все ли попадает, что должно попадать в картинку, которая будет транслироваться на тот же служебный портал, для этого мы всегда привлекали технические службы в лице Ростелекома и все прочее. То на сегодняшний день уже в эту избирательную кампанию это самостоятельно, через регистрацию на госуслугах, будут делать наши члены участковых избирательных комиссий. Потому что каждый из них имеет учетную запись, личный кабинет на госуслугах, и как члены комиссии они будут иметь доступ для того, чтобы отметить, что на этом участке есть видеонаблюдение, и уже через госуслуги посмотреть, а как эта камера работает, картинка та, которая должна быть, что и ящики, и места для голосования, и места выдачи избирательных бюллетеней попали в видеонаблюдение, и транслируется, соответственно, в центр общественного наблюдения, который будет создан при общественной палате Тверской области. То есть вот уже, пожалуйста, госуслуги, это же цифровые технологии, правильно? Далее, на сегодняшний день, если говорить, у нас буквально на днях начал работу мобильный избиратель, механизм мобильный избиратель, который позволяет нашим избирателям, которые понимают, что они 15, 16 и 17 будут отсутствовать по месту своего жительства, а место жительства для выборов определяется по штампу в паспорте, вот именно туда надо посмотреть, по прописке, правильно, абсолютно, как раньше говорили. У него есть возможность подать заявление о голосовании по месту нахождения, и так как у нас федеральная кампания, и единый избирательный округ, который представляет собой вся Российская Федерация, то любой из нас, понимая, что в эти три дня он не будет дома, условно говоря, может подать заявление и проголосовать на любом избирательном участке, где бы он ни находился, будь то Сахалин, Калининград, новые территории опять же, Сочи, мало ли кто-то в санатории поехал в это время на отдых. Как можно подать это заявление? Да, когда и с какое время самое главное? С 29-го уже началось, 29-го января, и по 11-е марта включительно можно подать эти заявления. Куда можно прийти? Первое, это в территориальной нашей комиссии. 45 территориальных комиссий, у них работают пункты приема этих заявлений, время, режим работы мы таким образом установили, чтобы это попадало в обеденное время, когда человек мог во свой обед подойти. И плюс вечернее время, до 19 часов, после 18 еще целый час есть. Дальше, это МФЦ, 44 МФЦ на территории нашей области также будут оказывать данную государственную услугу. Следующий момент, когда уже сейчас можно подать, это тот же самый портал госуслуг. Личный кабинет, пожалуйста, не выходя из дома, выходной, вечером, и можно это уже сделать даже и в 20 часов, и в 21, ну, кому как не спится, как говорится, да, и оформить это заявление в личном кабинете. А с 6 марта по 11 марта это можно будет сделать в каждой из 1081 участковой избирательной комиссии. Госуслуги, пожалуйста, здесь. Далее, цифровые сервисы, информирование, что очень важно, как мы считаем в эту избирательную кампанию, рассказать, дойти до каждого избирателя и пояснить ему, какие способы есть голосование, как узнать, где проголосовать, какие кандидаты у нас участвуют. Шесть сервисов цифровых на сайте Центральной избирательной комиссии, на этот сайт можно попасть через сайт избирательной комиссии области, что там можно увидеть, какие выборы. Но, понятно, сегодня для нас, для всех это выборы президента в эту избирательную кампанию. Далее, увидеть, в какой участковой комиссии, на каком избирательном участке вы можете проголосовать. По адресу места жительства вам покажут ваш избирательный участок. Дальше, проверить, а есть ли я списки избирателей на этом избирательном участке, это тоже можно сделать через цифровые сервисы. Познакомиться с кандидатами, которые участвуют в избирательной кампании, и не только увидеть их биографию, но увидеть еще и их фотографии. Те фотографии, которые они представили в Центральную избирательную комиссию. Ну и по итогам уже кампании, там же можно будет познакомиться с результатами выборов, с конкретным вашим избирательным участком. То есть проголосовали на конкретном? Да, на конкретном избирательном участке или в целом по Российской Федерации. Также это можно все через цифровые сервисы. И это развивается. Цифровые сервисы не только для избирателей, они есть и для кандидатов. У нас кандидаты могли подать в электронном виде документы, в том числе на регистрацию доверенных лиц, на назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ЦИК и в избирательную комиссию области. То есть вот это все идет и все развивается. И, конечно же, да, к сожалению, в нашей области сегодня не применяется дистанционное электронное голосование. Но мы тестировали. Да, но мы участвовали в тестировании. Очень интересно. На самом деле, когда ты работаешь, например, на образовательной программе с общественными наблюдателями, ты можешь проговаривать и комментировать только то, в чем ты сам участвовал. Ну, многие ситуации, вот Валентина Евгеньевна проговаривает, мы используем те, которые видели, например, по горячей линии или по видеонаблюдению в 21-м году, когда были выборы в Государственную Думу. Вот это переставление кабинок, стола, выдачи списков, это то, что реально было. Например, я реально помню, как мы зафиксировали ситуацию, когда СМИ, аккредитованное, вдруг за человеком, у которого брало интервью, пошло в кабинку для голосования, пытаясь снять интересный репортаж. И мы обращали внимание и председателю избирательной комиссии на это, и вызывали группу, чтобы проговорить, что это нарушается тайна воли и изъявления, что, дорогие, пожалуйста, не затрагивайте вопросы, связанные именно с голосованием. То есть это... А если избиратель не против? Да, снимите, где я вставлю галочку. Имеет право на пригласить или все равно нельзя? На самом деле у нас запрещена агитация в дни голосования. И обратите внимание, в этом году общественный наблюдатель может все на избирательном участке. Наблюдать за выдачей бюллетеней, за голосованием, участвовать в выездном голосовании. А вот доверенное лицо кандидата свою деятельность на начало фактически проведения выборов на участке прекращает. Потому что это тоже агитация. Это тоже агитация. То есть в данном случае для нас, если пойдет какой-то репортаж с четким вариантом показа воли и изъявления, это своего рода агитация. Потому что вы же не просто любого человека, например, спросили, а вы спросили лидера общественного мнения. Кто-то на его мнение... Нет, а если любого? А как же экзеполы пресловутые? Секунду. Экзеполы не озвучиваются. Вот в дни голосования. Запрещено озвучивание результатов, публичивание результатов экзепулов. Точно так же, как мы и Центральная избирательная комиссия, оперативные итоги голосования, которые на 20 часов вечера по Москве, она уже имеет, по Камчатке, Сибири, Дальнем Востоку, не озвучивает, пока не закончит Калининград. Там идет еще голосование. Поэтому у нас четкий запрет озвучивания того, как человек проголосовал, кого он поддержал по итогам своего голосования, и результаты экзепулов какого-то предварительного голосования до окончания голосования в целом по стране. А страна у нас закончит 21 по Москве с учетом Калининграда. А если говорить, продолжая мы про цифровые сервисы, я упомянула про информу ИК. Это вот как раз по домовой, по квартирный обход, когда наши члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы рассказать про выборы. Но они ведь тоже пойдут с цифровым сопровождением. Не просто так они будут рассказывать, они пойдут с мобильным приложением, где разработана анкетка, где они будут делать определенные пометочки, и разговоры они будут вести в соответствии с этой анкетой. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось попросить наших уважаемых избирателей, пожалуйста, поговорите с нашими членами участковых избирательных комиссий. Они идут к вам с самыми добрыми намерениями, чтобы донести как можно более объективную, достоверную информацию о ходе текущей избирательной кампании, рассказать вам про кандидатов, оставить вам информационные материалы, которые вы могли бы самостоятельно еще изучить. При этом наши обходчики, члены комиссии, которые будут участвовать в реализации этого проекта, с 17 февраля по 7 марта, не будут ходить три недели, они будут иметь специальную отличительную экипировку. Это будут белые накидки с галочкой, символом этой избирательной кампании. У них будет бейджик, на котором будет написано информуик, выборы президента, фамилия, имя, отчество каждого, кто придет. А участвовать в обходах у нас будет 3801 человек. У них будет сумка с информационными материалами, также с символикой данной избирательной кампании, которую, я думаю, уже с баннеров, на остановках транспорта, на плакатах, которые сегодня размещены и в магазинах, и в местах, иных местах, где у нас избиратели пребывают, и в объектах социального обслуживания, и в больницах, и в школах. Это не агитация, это информирование о том, что выборы президента. Это они тоже оставят. Оставят лифлет с обращением Эллы Александровны Панфиловой для каждого дома, для каждой квартиры. Оставят приглашение, где подробно расписано, как, если что-то из разговора будет непонятно, еще можно будет изучить внимательно и посмотреть, как по мобильному избирателю заявление подать. Если я понимаю, что я, например, уже, как, например, взрослый, пожилой наш избиратель, который, например, летом живет в деревне и там зарегистрирован, а на зиму приехал к детям в город, да, а проголосовать я хочу. Как я могу проголосовать? Мобильный избиратель подать заявление, потом вызвать себе для голосования вне помещения, так называемой, на дому. Это все будет прописано в этом приглашении. И плюс информационный материал про кандидатов с фотографиями и с информацией про каждого кандидата, который к этому моменту будет включен в избирательный бюллетень для голосования. Поэтому большая просьба, и мы об этом говорим, избирателям откликнуться на эту работу. Нет ничего дороже личного, человеческого, прямого общения. Можно что-то услышать в телевизоре, может быть, кто-то что-то недоскажет. А здесь можно любой вопрос, связанный с выборами, задать нашим членам избирательной комиссии. И они пойдут не просто так. Мы их очень серьезно готовим. Уже на протяжении практически месяца проходит у нас очное, также большое обучение, очные мероприятия по обучению. Каждый из них должен пройти дистанционное обучение, организованное центральной избирательной комиссией. По результатам этого обучения пройти тестирование, и только после этого он будет, скажем так, допущен к работе с избирателем. Ему будет выдано и программное обеспечение, вот это приложение, с которым они пойдут, соответствующая экипировка, и с 17-го числа они пойдут. При этом, опять же, мы постарались графики обходов спланировать так, чтобы это было удобно для наших избирателей, чтобы максимально застать их дома. Это в рабочие дни, соответственно, в вечернее время, с 16-ти до 20-ти, а в выходные дни с 10-ти до 18-ти часов, чтобы выходные вечером не беспокоить, утром рано не беспокоить. А в сельской местности уже наши члены комиссии будут индивидуально свой график вырабатывать, потому что расстояние у нас большое, мы все-таки самая большая область в Центральном федеральном округе, и до некоторых отдаленных населенных пунктов, там у нас есть разбросанные по 25 километров от Центра голосования, поэтому там, конечно, они будут больше ориентироваться на светлое время суток в этой части. Поэтому вот, пожалуйста, цифровые программы, приложения. Евгения, важный момент затронула, что вообще случайных людей, которые не представляют, что такое выборы, как они должны быть организованы, и как должно быть предоставлено гражданину право на свободное и тайное волеизъявление, нет в этом случае. Потому что вот те, кто будет информацию доносить до граждан, даже общественные наблюдатели, которые прошли обучение, они все тестируются на понимание и знание того материала, который вот для них был приготовлен. То есть кого-то можете отсеять? Конечно, конечно. Потому что, знаете, когда человек не знает, и на незнании может спровоцировать войну слухов, войну фейков, мы же понимаем, что информация, информационная война, она сейчас очень тяжелая и жесткая, потому что достаточно много соцсетей, достаточно много желающих какую-то архивную старую фотографию вытащить и попытаться запустить ее в сеть, сделав или привлекая внимание к каким-то процессам, которых нет в реальной практике. Почему для нас очень важно, что молодежи много в этом году готовы работать общественными наблюдателями на участковых избирательных комиссиях? Потому что, вот вы говорили, портрет для вас вырисовывается, вырисовывался пенсионерка, а мы в силу того, что учим, мы еще понимаем, что мы можем к этому добавить еще и с кнопочным телефоном, где достаточно трудно сделать фото-видео фиксацию какого-то случая. И в этом случае, да, мы могли бы сомневаться, было, не было, да, все на камеру идет, можно отмотать по времени, можно посмотреть, потому что общественный штаб будет наблюдения вести все три дня в режиме 24 часа. То есть даже когда избирательные комиссии работать не будут, общественные наблюдения и камеры выключаться не будут. То есть они будут находиться? Они будут... Нет, в общественном штабе общественные наблюдатели не будут находиться на участках. А вот общественный штаб, центр общественного наблюдения, он будет продолжать наблюдать за участковыми избирательными комиссиями, за их помещением, даже в условиях отсутствия их работы. Потому что одна камера, несомненно, будет направлена на сейф, где будут убраны сейф-пакеты и все результаты голосования за предыдущие дни. Ну, не включая последние, когда итоги будут подводиться. Поэтому под камеру даже будет виден этот сейф. И центр общественного наблюдения, куда будут выходить все камеры, будет это наблюдать. Но мы-то понимаем, что сейчас очень активно используются дипфейки, фейки в социальных сетях, которые еще идут под какой-то перепост, когда теряется один из источников этой информации. И мы его уже привязываем, если кто-то это начинает распространять, к человеку, который это распространил, меняя уровень достоверности информации. Поэтому для нас очень важно, что у нас по два, по три общественных наблюдателя будут на каждом избирательном участке. Это раз. То есть не будет такого, что... Разный взгляд. Да, разный взгляд, разный подход. И очень важно, что будет молодежь. Молодежь в этом плане, она информационно открыта, она не боится социальных сетей. Она понимает, что... Как там? Не запустил, значит, не было. То есть... Да, но ситуация какая, да? То есть в данном случае, если человек находится на избирательном участке и самые хитрые, как ему кажется, самые сложные ситуации фиксирует, то есть себе сохраняет на телефон, то это всегда можно понять, было, не было. Это может повлиять на какие-то результаты или нет. Или это просто фейк. Вы знаете, мне очень нравится, как в 21-м году один фейк распознали. Просто по одной ответной реакции наблюдателя с участка, когда он написал, не отходил еще даже в туалет. Как смогли стены синие перекрасить в зеленый цвет? А фотография пошла гулять по сети, где типа вброс бюллетеней, карусель на этом избирательном участке. А человек на этом избирательном участке, и он реально спокойно находится. Вы знаете, мне очень понравилось под подготовку наблюдателей 24-го года, в отличие от 21-го, даже Центр независимого общественного мониторинга за выборами сделал пожелание к так называемому тревожному чемоданчику наблюдателя. Что стоит взять с собой. Это на самом деле хороший вариант, потому что очень много тех, кто общественным наблюдением ранее не занимался. Это знаете, о чем, на мой взгляд, говорит? О том, что вот такой пассивности со стороны наших граждан ее нет. Особенно со стороны молодежи. Как это принято считать? Да. Что дискотировать, что не надо. Что им это не надо. Что им это не интересно. Ну, например, особенно, вот запомнил, что очень много молодых общественных наблюдателей было, когда мы учили за Волжский район. И они задают реальные вопросы. Им интересно. И когда в одну команду, разбирая ситуации, попадают те, кто уже имеет опыт, и опыт, например, работы когда-то в избирательных комиссиях, и опыт общественного наблюдения, например, в 21-м году, и молодежь, молодежь слушает их. И очень часто те ситуации, которые для них, ну, кажутся простыми, понятными, для молодежи, это ситуация какого-то нового осмысления этого процесса. Ну, например, есть в образовательной программе ситуация, когда общественный наблюдатель от политической партии пришел в жилете с символикой на избирательный участок. Понятно, что это агитация, и что общественному наблюдателю надо в этом случае делать. Но у нас же мы проговариваем, вот представляете, а если это провокация, а если это не жилет, а какие-нибудь футболки, худи, там, ну, то, что показательно хотят, открыто, привлекая внимание, снять. Они говорят, да, может снять штаны, а там не окажется носка, который был на голой вечеринке у Ивлеевой. И молодежь эту ситуацию оценивает сверху, она понимает, что действовать надо так, чтобы не спровоцировать привлечение ненужного внимания к ситуации на этом избирательном участке. То есть не бросаться в драку. Для этого есть правоохранительные органы, которые есть на участке. Надо знать, как поступить в той или иной сложной ситуации. Мы не просто так говорим, не знаешь, как поступить, должен поступить по закону. Как понять? Ну, есть общественный штаб. В общественном штабе будут работать волонтеры, будут работать горячая линия, будут работать эксперты. Всегда у общественного штаба есть возможность отработать напрямую с территориальной избирательной комиссией. То есть в данном случае, если ты не знаешь, как действовать в этой ситуации, помните, как в той рекламе? Дима, помаши маме, свяжись с общественным штабом. Не просто так общественный штаб будет работать 24 часа. Это ситуация, когда мы понимаем прекрасно, что в основном в процедуру общественного наблюдения вовлечены активные граждане, лидеры общественного мнения. Их мнение для остальных жителей и граждан Тверской области будет принципиальным о том, что мы получим в результате голосования. Тина Евгеньевна, но выражать голосование мы получим, конечно же, победителя. А что сейчас известно о претендентах на пост президента нашей страны? Кто эти люди? Самое главное, конечно, теле третьим интересно, когда начнется уже агитационная кампания, когда мы услышим, видим все эти ролики, голосуя, а то проиграешь и так далее. Ну, если говорить, что назвать сегодня окончательный список еще пока невозможно. Ну, что еще. Самовыдвиженцы хотели, вот все захотели, 20 лишним человек, быть кандидатами на должность президента. Далее, после того, как вот они заявили, 15 из 33 дошли до Центральной избирательной комиссии. И представили те документы, которые необходимы на первоначальном этапе. Партийные представили, как ни странно, все 9, все представили документы. И сегодня они все... Почему, как ни странно. Ну, иногда бывает, что и партия представляет нам не очень хорошие пакеты документов. Но здесь все справились с этим. А вот из кандидатов самовыдвиженцев справилось только шестеро, которые смогли собрать и провести те процедуры, которые предписаны законом о выборах президента. Ну, давайте говорить так. Вот некоторые говорили, критиковали, что такая сложная процедура, такой большой охват. Но, ребята, мы же выбираем президента нашей большой, огромной страны. И говорить о том, что это должно быть вот прямо сразу, вот я пошел, все, бюллетень меня включите. Наверное, есть определенная процедура и с точки зрения цензов, которые определены, и с точки зрения проживания на территории Российской Федерации, и с точки зрения возраста. Да, все-таки должность обязывающая, ответственность какая огромная на этом человеке лежит, который работать будет там, служить на этой должности будет нашему народу. Поэтому шестеро дошли. На сегодняшний день что мы имеем? Четыре человека уже прошли этап регистрации. Из них трое выдвинутые парламентскими партиями, и у них была определенная льгота. Им не надо было собирать подписи. Это от кандидата от ЛДПР, КПРФ и партия «Новые люди». Прошел регистрацию также один кандидат, выдвинутый в порядке самого движения, который представил Центральную избирательную комиссию 300 тысяч подписей. ЦИК проверила и приняла решение о регистрации кандидата на должность президента. Этот кандидат, который прошел вот этот этап самого движения, Владимир Владимирович Путин. Далее сдал документы кандидат от партии «Коммунисты России». Уже сдал Центральной избирательной комиссии документы присутствуют. Это не КПРФ. Не КПРФ, «Коммунисты России». От КПРФ уже кандидат зарегистрирован. Далее идем. Есть еще ряд кандидатов, которые хотя бы уведомили Центральную избирательную комиссию, что вот мы придем 30-го сдавать документы, подписи, партийные кандидаты должны собрать 100 тысяч подписей. Другой заверил, что он придет 31-го, то есть в крайний день. Но есть ряд кандидатов, 4 человека конкретно, которые никаких вот от них сигналов о том, что они собираются приходить в Центральную избирательную комиссию. Ведь понимаете, сама процедура принять такое большое количество подписей, это ведь не том, что не минуты, это часы работы. Вы представляете, сколько это коробок, сколько папок. Сотрудники Центральной избирательной комиссии каждую папку должны пролистать, заверить своей печатью, подтвердиться, что там то количество подписей, которые кандидат за 100 тысяч подписей от партийных пересчитать. Там есть ограничения, сколько допускается от субъекта Российской Федерации. Субъект, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Плюс список сборщиков нотариально заверенный, плюс иные документы, личные кандидаты там, и это то, что нет уведомлений, что нет иностранных активов. И там еще ряд документов. То есть это достаточно длительный, долгий, я бы сказала, наверное, нудный, можно сказать, процесс, потому что это вот пересчитывание и перелистывание документов. Но, к сожалению, вот четыре кандидата на сегодня, когда мы с вами разговариваем, пока еще ЦИК не уведомили, придут они, не придут. Но как Центральная избирательная комиссия готова принять всех, и документы принятия от всех. И даже сама инициирует обращение к ним, чтобы все-таки выяснить, придут, не придут. Если придут, выстроить график приемки, чтобы все могли в сроки, определенные законом, 18 часов 31 января дойти и зайти в Центральную избирательную комиссию. Поэтому, когда мы узнаем, если кто-то сдастся 31 числа, 31 января, то у ЦИКа 10 дней на проверку документов. Значит, к 10 февраля мы будем знать окончательный список кандидатов, чьи фамилии войдут в избирательный бюллетень. Вы говорите про агитацию. Агитация уже возможна. И мы где-то уже видим, баннеры появились от имени кандидатов некоторых. Кто-то уже автобусы, поезда какие-то запускает с раздачей в том числе своих агитационных материалов. А непосредственно активная агитация в средствах массовой информации начнется с 17 февраля. Именно с 17 февраля. Это, соответственно, телевидение, радио, это публикация в печатных средствах массовой информации, в наших газетах, и в областной газете, и в районных, соответственно, газетах. А распространять АПМКи, так называемые агитационные печатные материалы, кандидаты, которые дошли до ЦИК, могут уже и сейчас. А, соответственно, когда закончится агитация, раз у нас в этом году выбор трехдневный, соответственно, какой у нас день тишины-то будет получать? Дня тишины при трехдневном голосовании, при многодневном голосовании нет. Нет. Агитация закончится в ноль часов первого дня голосования. Соответственно, ноль часов 15 марта. Агитировать можно и 14-го, включительно, до 24-х часов. Изменились требования к аккредитованным СМИ, которые будут работать на выборах. Я считаю, что это тоже очень важный момент, потому что, знаете, когда представители СМИ пытались найти ягодку-малинку в действиях избирательных комиссиях и специально приходили только под желание зайти на участковые... Иногда спровоцировать. ...спровоцировать и зайти на эти избирательные комиссии, чтобы что-то такое найти. И вот это требование о том, что работать в аккредитованной СМИ журналист должен за два месяца в штате до назначения даты выборов, то есть работать раньше 7 октября он должен в этом СМИ, чтобы участвовать тогда вместе с этим СМИ в освещении выборов. Я считаю, что это очень правильный момент, потому что мы прекрасно знаем, что многие блогеры пытались на этом спровоцировать просто информационный какой-то фейк, какую-то информационную подачу материала так, чтобы привлечь к себе любимому внимание. Вот в этом случае блогеры гражданами-избирателями являются, но СМИ нет. И я считаю, что это правильно. Ну и еще, Роман, я хочу обратиться и к вам в том числе. Если журналисты, у вас есть желание освещать ход голосования, как голосуют, как активно приходят на избирательные участки наши избиратели 15-го, 16-го и 17-го, также необходимо журналистам вашего телевидения подать документы на аккредитацию. Сделать это можно в избирательной комиссии Тверской области. Прием документов на аккредитацию уже начат. Мы говорили про цифровые сервисы. В электронном виде можно, не приходя в комиссию, подать эти документы, направить их в электронном виде, оформить, направить по электронной почте. И сделать это надо не позже 11 марта. Ну что ж, постараемся это сделать не позже установленных сроков. Это была программа «Тема дня». Мы говорили о том, что приближается выбор президента нашей страны. Как я говорил в начале эфира, кто-то считает, что это совсем еще не скоро. На самом деле время бежит быстро. Совсем уже скоро, я считаю, это наступит. Полтора месяца пролетят быстро. Самое главное, приходите, исполните ваш гражданский долг. Не нужно думать, что кто-то за вас что-то решил. Решайте вы сами. Как вы слышали, целых три дня есть. Я считаю, в этом году просто максимально удобные сроки, комфортное время для проведения голосования. Всегда можно найти время, зайти, избирать на участок и поставить галочку там, где вы считаете нужным. Спасибо большое, уважаемые гости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо вам, до свидания.